У нас экологически чистое судно, такое в России построено впервые, в мире таких проектов тоже единицы. У нас на борту сейчас находится 8 человек, и мы движемся с экспедицией из Санкт-Петербурга, заходили в Великий Новгород, через Москву, движемся до Астрахани. Сейчас уже прошли около 4000 километров, все прошли на солнечной энергии. Вчера вечером прибыли к вам, уже поздно-поздно вечером, и вот сейчас мы у вас на берегу здесь аж пришвартовались. В первую очередь это экологически чистые источники энергии, возобновляемые источники энергии на водном транспорте. Одна из задач показать, что солнца в России есть, солнце достаточно, чтобы перемещаться, передвигаться на огромные расстояния. Ну, в частности, 4000 километров мы уже прошли, а общий маршрут экспедиции более 5000 километров. Прошли мы экспедиция уникальна в том смысле, что на солнечной энергии в основном все передвигались до сих пор в районе экватора, а и по рекам никто практически не передвигался. Мы прошли по северным широтам и все время двигались только на солнечной энергии. Помимо этого, экспедиция выполняет несколько дополнительных задач по изучению исследований воды в реках. В частности, мы берем пробы воды и совместно с институтами МГИМО и с МГУ проводим экологические исследования. Судно пока единственное, оно первое и в России, в мире такие суда еще в серийное производство почти не поступают. В основном поступают для небольших перемещений, недалеко от берега, в речные прогулки, для того, чтобы в длительное путешествие отправиться, пока еще в серийное производство не поступало. Значит, данный катамаран нам обошелся порядка 13-14 миллионов рублей. Большинство, конечно, спонсорские вклады. И в основном это российское производство, 90% катамарана на российских верхах, на российского производства. В частности, и корпус катамарана в России изготовлен, солнечные панели в России, что немаловажно. И также в России изготовлены аккумуляторные системы и электроника для катамарана. Это все российское производство пока только. Мы развивали до 15 километров в час. В принципе, это, скажем так, предел для текущей конструкции. Для инженерного использования есть что рассчитать и что можно улучшить, чтобы судно двигалось быстрее. На борту установлено тонна 100 аккумуляторов. Это 70 киловатт-часов. Мы можем на этой энергии двигаться около суток еще дополнительно, без подзарядки. То есть мы можем и ночью, и днем. Единственное, ночью, особенно в ваших широтах, очень темно. И есть риски, что вот неожиданно мель где-то, еще что-то. Поэтому, конечно, мы можем потенциально, если это необходимо, можем двигаться. Но в основном движемся днем. У нас 4 каюты. Одна каюта является одновременно камбузом и может быть переоборудована в спальную комнату. Камбуз у нас оборудован электрической мультиваркой, электрической плиткой, электрическим чайником. Соответственно, мы все питание можем готовить на электрических приборах. Пока на этот год мы... Это завершающий этап, и мы будем подводить итоги самой экспедиции. У нас будут конференции, также будет выпущено несколько научных трудов. Насколько я знаю, МГИМО готовит, МГИМО готовит экологическую карту. МГУ проверяла гидродинамические свойства воды. Прошли всю АКУ и прошли частично по Волге. Также у нас сейчас на борту представители МГУ, которые изучают кафедры возобновляемых источников энергии МГУ. Они проводят свои исследования. А сам катамаран... Есть несколько вариантов. На следующий год мы сейчас разговариваем. И в зависимости от того, как это либо будет международный поход, либо это будет опять какой-то российский поход, то в зависимости от этого будет принято решение. То есть зимовать будет в Востоке? Вполне возможно. Но может быть перевезем куда-нибудь с Востока. На борту пока плывете рыбачи? Знаете, пробовали, но рыбаки мы... В общем, инженеры мы лучше, чем рыбаки. Поэтому пока нам проще было купить рыбу, чем наловить. Бывает сильный ветер встречный, когда довольно сложно пришвартоваться. Были несколько раз шторма, такие небольшие. Полтора-два метра волну мы проходили в разных местах. В Камском устье было довольно ветрено. Перед Чебоксарами тоже довольно сложно проходили. Там Рыбинское водохранилище, там волна до полутора метров тоже была. И Белое озеро. В основном, конечно, это штормовая какая-то ситуация. Ну а причалить к берегу иногда довольно сложно. Во многих городах сейчас старые портовые пристани, они пришли в негодное состояние. И, ну, тоже в некотором смысле довольно сложно причаливать к берегу. Многим действительно это интересно. Многим действительно кажется, что вот все-таки в перспективе так было бы удобно для многих яхтсменов. И, может быть, большее развитие получил бы туризм по рекам.